Почему ты не продаешь? Вопрос. Почему ты не зарабатываешь деньги? Почему у тебя не получается продажа? Ответ очень простой. Потому что люди по какой-то причине тебе не доверяют. Не хотят тебя слушать, не хотят тебе верить. Почему это происходит? Давай пойдем дальше. Потому что ты сам себе не веришь. Потому что ты сам бы это не купил. То, что ты предлагаешь. Ты вроде как бы прикольная тема. Как-то что-то загорелся. Пришел, зашел. А дальше сам бы это не купил. Например, терапейка какую-то продаешь. Не знаю, коучинг, еще какую-то штуку. Сам бы за эти деньги у себя не взял. Бизнесом занимаешься, каким-то что-то предлагаешь. Тоже бы не купил, не взял. У себя бы не купил. То есть, возможно, тот человек, который тебе продал, он как-то обладает какой-то силой, влиянием, верой. А вот у тебя, у самого себя бы ты не купил. Почему? Почему? Потому что тебе, во-первых, стыдно. То, чем ты занимаешься. Тебе стыдно заниматься продажами. Тебе стыдно много чего делать. Потому что у тебя есть такая штука, которая называется синдром самозванца. И это такой очень-очень серьезный синдром, который не дает возможности тебе продавать, как ты хочешь, зарабатывать столько хочешь. Ну, короче, вообще ничего не дает. В итоге ты сидишь, якобы бизнесом занимаешься, твоя семья ждет от тебя денег, ждет от тебя результатов, а ты ни хера не можешь. С каждым днем, с каждой недели минус растет, он увеличивается. Почему? Потому что ты не зарабатываешь деньги. На тебя надеются, ждут, когда ты начнешь все-таки зарабатывать, а то и ты не можешь. Ты только либо вкладываешь свой бизнес, а продать не можешь, либо вообще уже нечего вкладывать и все, и уже все твой бизнес стоит на коленях. Ты думаешь, блин, наверное, я не тем занимаюсь, как обычно. Вот. Пойду-ка я в найм. Ну, в найм пойду за 50 тысяч рублей или за 30 тысяч рублей. Вот. В общем, работать куда-нибудь там в пятерочку, в Макдональдс, еще какую-то хероту, да? Где тебя будут иметь хвосты и в гриву до самой пенсии, и потом тебе дадут какую-нибудь подачку, чтобы ты просто не сдох с голодом, да? Вот. Ну, возможно, это твой путь, если ты не готов учиться круто, мощно продавать и зарабатывать. Если же ты готов учиться продавать и зарабатывать, то тогда я дальше слушаю видео и буду тебе рассказывать, как ты можешь стать очень крутым, мощным клоузером и зарабатывать достойные и серьезные деньги. Для чего? Для того, чтобы твои родные, близкие, семья, дети наконец-то, блядь, начали тобой гордиться. Они говорили, что у меня ебнутые нищие родители, да? Ну, вот. У кого-то есть такая мотивация. Вот я надеюсь, что у тебя есть примерно такое, да? Вот. И давай будем разбираться. Продажа состоит из двух элементов. Первое – это то, что ты говоришь, и вопрос, как ты говоришь. Ну, как ты говоришь? Так вот, идея заключается в том, что, что ты говоришь, есть очень много тренингов на это. То есть, выучить какой-то текст вообще не проблема. То есть, ну, для многих проблема. Они даже не могут работать по нотам. То есть, им даешь готовый текст, они говорят, и по-любому что-то свое начинают нести какую-нибудь чушь. И очень часто людей, кто приходят ко мне на консультации по продажам, дают задание мне что-нибудь продать. И там просто, просто вообще пипец. То есть, человек, занимаясь бизнесом, вложил куда-то деньги. Есть бизнесы, куда люди вкладывают по несколько миллионов. По несколько миллионов. И они, блядь, не хотят учиться продажам. То есть, они делают все, что... Вот все делают, все вообще классно делают, но продажами заниматься не хотят. Ну, прикиньте, да? То есть, я хочу денег, но вот самую главную вещь, которая будет меня ввести к деньгам, я и не буду заниматься. Вот от слова совсем, почему не будет болеть. Страшно. Страшно этим начать заниматься. Страшно продавать, да? Ну, то есть, понятно, да, насколько ебанутость. То есть, люди вкладывают миллионы, по миллиону, там, заводят какие-то кредиты, надежды. А продавать не хотят. То есть, деньги хотят зарабатывать, а продавать не хотят. Поэтому проще кого-то нанять таких же долбоебов, которые тоже боятся продавать. В итоге бизнес рушится. Чтобы этого не произошло, необходимо отрабатывать две вещи. Первая – это техника. Техника, что уговорить, в какой момент паузу выдержать, в какой момент выявлять потребности и так далее и тому подобное. Это есть специальный канал, пока бесплатный, называется Fox Sales. То есть, страхи продаж, отработки страхов продаж и именно технические такие моменты. Ну, то есть, там будет дальше уже по психоте, будем работать. Вот кто добавится, да? Вот, по психоте. Но самый такой главный момент – это именно ваша психология, почему вы не продаете. То есть, кто конкретно продает? То есть, первое, что говорит? Второе, кто продает? Вот кто продает, там вообще проблема. То есть, там человек неуверенный в себе, там запрещающий себе богатство, синдром самозванца, еще какая-то гевунда. То есть, человек полностью, полностью, полностью запрещает себе богатство. Он боится денег. Он говорит, я хочу денег. Приходит на терапию человек, задаешь ему вопрос, для чего тебе деньги, куда ты их потратишь. И там вот, кроме как, ну, так, отдам кредиты, куплю машину, квартиру, еще куда-нибудь съезжу по путешествию, все, цели заканчиваются. Вот все, цели нет больше. И то это цели не его, а цели выдуманы. Я как-то работал с женщиной, она говорит, я хочу себе домик в Крыму. У меня уже два раза была сумма на домик в Крыму. Я говорю, окей. И она два раза ей эту сумму просирала. Когда мы начали спрашивать ее подсознание, она увидела такой момент, что там какая-то... Это еще до войны было. Ну вот, что там забегают какие-то солдаты, там, короче, ее насилуют, убивают и так далее. То есть, она где-то уже образ этот получила. И, соответственно, ее там убили. Ну, в ее подсознании. То есть, в подсознании уже была записана картинка, она сама себе так придумала, где-то увидела, где-то подсмотрела, что ее могут завалить просто от того, что у нее будет домик в Крыму. И то же самое у вас происходит. У вас есть куча, 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 куча целей, которые для вас либо не являются вообще ценными, либо, второй момент, они для вас опасны. Ну, к примеру, когда у вас будет денег много, вы считаете, что к вам придут. Ну, там, кто-нибудь. Или вас обворуют, или менты придут, или налоговые, или еще кто-то. В общем, короче, вам будет с деньгами плохо. Это, понятно, это все подсознательно и так далее. Поэтому вы будете всячески саботировать процесс продаж, всячески будете саботировать процесс денег. Теперь вопрос, как это отрулить? Давайте уже вот более конкретно, более серьезно. То есть, мы с Надеждой Мячиной уже 18-20 лет занимаемся, ну, то есть она больше, я чуть-чуть меньше, занимаемся темой продажи и работы с подсознанием. Ну, подсознание. Подсознание. То есть, как оно устроено, мы помогаем людям создать бизнесы с миллионами, я бы сказал, сотнями, миллионными объемами. Помогаем им раскрутить бизнесы, отработать их психоту, для того, чтобы пошло, причем на уровне России, на уровне России с такими бизнесменами-предпринимателями работаем, есть такие клиенты, успешный опыт. Вот. И мы помогаем людям убрать их рамки, их границы в их голове, для чего, для того, чтобы они могли очень, ну, скажем, легко и просто преодолевать новые какие-то вершины и так далее. И вот хорошая новость заключается в том, что 21 июня на нашем канале, Хобаут, произойдет марафон в течение трех дней. То есть, 21 июня в 16 по Москве мы будем давать именно тему диагностика подсознательных программ, почему ты не продаешь. И там ты узнаешь о себе столько интересного, ты узнаешь именно самые такие главные в себе проблемы, причины, почему ты не продаешь. Ты можешь знать очень много по продажам, там вообще все быть богом и рассказывать лучше, чем какой-нибудь Илон Маск, продавать там круче, ну, то есть рассказывать, как какой-нибудь суперкрутой продажник, но у него будет покупать, а у тебя нет. Почему? Вопрос в твоей психологии, то есть в твоем подсознании, насколько ты себе готов что-то вообще позволять, позволять. Так вот, вот этот именно марафон трехдневный, он будет вообще, ну, наверное, переворотным в твоей жизни, переворотным прямо даже, даже так не побоюсь сказать. Почему? Потому что именно там, возможно, впервые в жизни, ты поймешь истинную причину своего затыка. Вот так. И все дальше будет выбор. Ты можешь там отработать, мы будем отрабатывать, там для людей прям в прямом эфире, там уже отрабатывать, типа, жизнь вообще пойдет-пойдет-пойдет. Полным ходом такой вот прям расколбас будет вообще у тебя в жизни. Либо просто забить на это видео и не найти причину, почему тебя там не будет. Типа, а я уже это сто раз слушал. Отлично. Продолжай дальше тупить и не зарабатывать деньги. Ну, вот как-то так. Поэтому всех, друзья мои, кто готов вообще свою жизнь менять, выходить на новый уровень продаж, на новый уровень доходов, проходим на наш канал, и 21 июня в 16 по Москве мы стартуем. До встречи.